It's the scenery, the native dances and the charming songs, but wait a minute, something's wrong. В ролях Рик Каваньян, Нора Чиннер, Кристиан Трамец, Янек Рики, а также Бат Спенсер и Франко Неро. Убийство «Мой конёк, дорогая». Оператор Герхард Ширла Си, сеньор Путсо, да, первая глава книги у меня, и что ещё важнее, новый договор. Всё безупречно. Они или платят, как мы договорились, или мы обратимся в другое издательство. Си, вокруг вашей книги большая шумиха. Си. Чёрт побери. Нет, нет, ничего. Это моя простата. Я не могу пописать уже третий день, и сейчас взорвусь. Забудьте. Вы можете положиться на меня, сеньор Путсо. Полезно для почек. Путсо. 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 Простата Слейся отсюда, шутник К сожалению, слиться не могу Синьор Росси Паоло Росси, адвокат Энрико Пуццо, если не ошибаюсь Тогда ты знаешь, кто тебя пришьет в ничтожество Сделайте шаг вправо Что? Меллиграция Узбекистан, как далеко? Далеко и надолго Я плохо паркуюсь Мне очень жаль, простите Все хорошо? Точно? Простите, моя вина С каждым днем все хуже Режиссер Себастьян Ниман Доброе утро, мадам Штефанс Доброе утро, фрау Азенштейн Мне нужны хорошие новости Я жду один очень важный пакет Пожалуйста Назовите имя, и я посмотрю Юлия Штефанс Я работаю здесь три года Имя отправителя Ах да Росси Пауло Росси Адвокат Энрико Пуццо Он должен прислать первую главу книги для пресс-конференции Сожалею, посылки нет Нет Проклятие Не может быть Да это же Тони Мюнхенгер Хорошо выглядишь, стрелок И цветы Встречаешься с какой-нибудь цыпочкой О, прости Привет, милая Ничего не нашла? Жаль Может, попытаем счастье в Мюнхене? Обувь покупает Что говоришь, милая? Победаешь с нами? Милая, мне пора на работу До скорого Пока Целую Заказ на выезде? Мне нужно позаботиться об одном адвокате Думаю, итальянце Пауло Росси? Точно Прости, коллега Но я уже все сделал Брось, Тони Снова ты за свое Каждый раз уводишь работу у меня из-под носа С Росси, правда, покончено? Быть может, с ним еще что-нибудь сделать? Нет Ладно Тогда я свободен А тебя, я смотрю Настигла любовь Настигла? Пока даже нос не показала Мне пора Пока, Тони Пока Айзенштейн 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 Как вы? Доктор Грубер Доктор Грубер Фрау Айзенштейн Прячьтесь Юлия не должна видеть меня в обществе психотерапевта С ней все в порядке А так и не скажешь Доброе утро, мистер Кимбелл Доброе Я должен сохранять репутацию хладнокровного, светского сына-издателя Умоляю вас, Бобфрид Боб Боб Никогда не зовите мне Бобфрид Так меня назвал отец, чтобы лишний раз унизить Бобфрид прекрасное, традиционное имя Имя – это часть вашей личности Чем больше я страдаю, тем лучше настроение у отца Знаете, что он придумал в последний раз? Он хочет, чтобы Юлия пошла под венец в мамином платье И тогда он оплатит свадьбу А если оно ей не нравится Реагируйте так, как мы пробовали на последнем занятии Спрятаться за диван и плакать? Другой сеанс Вспомните мантру Я уверен в себе Я мужественный Я – это я Успокойтесь и будьте спонтанным Я уверен в себе Я мужественный И до чертиков спонтанный Да Фрау Айзенштайн, поправляйтесь Я спонтанный Да Конечно Да, да Да Конечно, мистер Гришем Можете остаться у меня, всего доброго Это был Джон Гришем? Привет Да, мой старый друг Птичка моя Ты делаешь это прекрасное утро Еще прекраснее Боб, рукописи Пуца нет Твой отец убьет меня Ничего подобного Она наверняка наверху Или Пуца принесет ее сразу на пресс-конференцию Смотри, какой сюрприз я приготовил к свадьбе Мамино платье Какой очаровательный парашют Парашют Александра Тони Рикордели Простите за опоздание Надеюсь, вы любите цветы Спасибо Вы итальянец? У меня сицилийский корень Но я родился здесь И, скажем так, я много где бывал Непунктуальный Сицилиец Курильщик Курильщик? А, я понял Что вы делаете? Понимаете, это наше первое свидание И, как мне кажется, пару моментов нужно прояснить А потом переходить к эмоциональной связи Интересный подход Можно? Прошу вас Ненавижу драже Скажите, вы были женаты? Нет, насколько я знаю Теперь о финансах Кто вы по профессии? Я... Наемный убийца Смешно Чем вы занимаетесь? На кого вы учились? Честность – это основа для отношений Поэтому я предпочитаю говорить правду Я профессиональный киллер Все в порядке? Сядьте Вам не о чем беспокоиться Вы... Знаю, знаю Сядьте Я понимаю, что моя профессия необычна Но подумайте Это хорошая работа Высокая зарплата Гибкий рабочий график Я общаюсь с людьми Вы зарабатываете на убийстве людей? Из ваших уст это звучит как оскорбление Мистер Рикардели Зовите меня Тони Я тоже буду с вами честна Ваша профессия – это проблема или как-то так? Прощайте Чао Чао, Белла Лиза Рукопись Пуцу здесь? Боб То есть, мистер Кимбелл Я разложила почту В алфавитном порядке И приготовила капучино Как вы любите Без кофеина С безжиренным соевым молоком И двойным заменителем сахара Спасибо Не за что Ларри Роуз, практика секса Разоблачение звезды Черт, побери Юлия, медвежонок Я не хочу злить шефа на журналисты, ждут Я знаю, Боб Однако у нас нет рукописи Я задержу прессу и твоего отца А ты позвонишь Пуца Договорились? Хорошо Нет проблем Энрику не оставит нас в беде Мы с ним старые друзья Мне так повезло с тобой Увидимся внизу, хорошо? Да Папа сделает из меня отбивную Доктор Грубер Доктор Грубер Может быть я и слепой Но то, как шерестят купюры, слышу То не ты снова оплачиваешь мои счета Если Джина вышвырнет тебя за неуплату Где мне тебя искать? Кстати, с делом Росси покончено Финнито Отлично Но меня интересует другое Как прошло свидание? Я знаю, ты хотел помочь, но свидание вслепую не для меня Ты ей все рассказал? Честность – основа для отношений Если она меня полюбит, то... Чушь Помнишь ту девушку из Гринписа? Она была прелестной, и я ей нравился Да, пока ты не убил того нефтяного магната В качестве подарка на День Святого Валентина Ладно, признаю, я перестарался Но я был молод и влюблен Что было, то прошло Будешь в шоколадной драже? Никто, кроме тебя, их не ест Шоколад успокаивает нервы Вот Энрико Пуццо Но это дело не из легких тони Держи ухо востро Он очень опасный человек И на лбу себе это напиши Идиот ты, чертов Надо же быть таким тупоголовым Мой адвокат позвонил, когда отправил рукопись по почте Разводил, не разведешь Начало моего романа у тебя А что есть у меня? У меня нет ни гроша Меня довольна Все Но, сеньор Пуццо Вы заработаете большие деньги Ваша книга станет деселлером У меня есть банковский чек на ваше имя Я бы передал его вашему адвокату Да он не объявлялся Но если он придет на пресс-конференцию Я его передам Плевать, я хотел на вашу пресс-конференцию Я покину Италию только, когда получу деньги Италию? Да, Аси, Италию Маленькую такую страну в форме сапога Да, но в Италии для вас слишком опасно Приезжайте в Берлин Я буду лично обеспечивать вашу безопасность Боб Кимбелл лично обеспечит мне безопасность Вся международная преступная сеть дрожит от страха Как же так получилось, что ты безмозглый идиот? Слушай, тупая башка Я удваиваю цену Удваиваете? Сеньор Пуццо Энрико Брат Кого это ты назвал братом? Или ты хочешь оскорбить мою семью? Хочешь провернуть дельце подешевле? Купи мой роман в мягкой обложке у конкурентов Грязная девка Добрый день, дамы и господа Прежде чем представить мистера Пуца Хочу познакомить вас с председателем и основателем издательского дома Кимбелл и сын Мистером Кристофером Кимбеллом Мистер Кимбелл Вам не хорошо? Ваш отец выступает перед журналистами Он меня убьет И заберет ключи от спортивной машины Боб Фрид Боб Боб Возможно, это наилучший момент, чтобы найти подход к отцу и рассказать ему о своих настоящих чувствах Это самоубийство Фантастическая идея Мистер Кимбелл, не делайте этого В этой фирме никто не сможет заменить вас Только не вас Заменить? Вы гений Миллионы людей из года в год задаются вопросом Кто такой Энрико Пуццо? Кто этот таинственный автор, написавший роман, ставший бестселлером во всем мире? Никто не знает его настоящего имени Никто не знает, где он живет Почему так долго? Сегодня мы не только раскроем тайну личности, что пишет о преступном мире мафии Где Пуццо? В Италии В Италии? Да Отдай это отцу и скажи ему, что Пуццо вынужден скрываться от мафии Он поверит А сейчас мы вам представим первые страницы его нового романа Простите, сэр Кимбелл, у нас проблемы Пуццо не приедет Вы серьезно? Он залег на дно, опасаясь мафии Но у нас есть несколько первых страниц его книги Ладно, поговорим позже Отлично Дамы и господа, мне сообщили, что Энрико Пуццо вынужден залечь на дно Но я уверяю вас, что мы проведем другую конференцию, самое позднее, через неделю Скажи, Росси приехал, и где ты взял рукопись? И конечно же, я не отпущу вас с пустыми руками Я импровизировал Боб, я надеюсь, эта папка не с моего стола А что? Это биография Ларри Роуза Какая разница? Все биографии говорят об одном Тяжелое детство Ты имеешь в виду Ларри Роуза? Порно-актера? Капитана Диндон? Мужчину с золотым кольтом? Боб! Часть первая У меня всегда было большое и крепкое орудие И в этот день, когда моя жизнь изменилась, оно было полностью заряжено Я зашел в зал и был ослеплен светом софитов Но мои глаза привыкли к яркому свету И когда я увидел сцену перед собой В джинсах налился бугор Кимбелл, где Путсу? Без комментариев Что дальше, мистер Кимбелл? Без комментариев Еще вопрос, подождите, без комментариев Мистер Кимбелл, я не знала Вы уволены, а ты идешь со мной Боб! Это не больно Папочка просто играет со своим сыном Отлично Отлично, Юлия Продолжай в том же духе Прощай карьера, прощай будущее Прощай стеклянный столик Юлия, я придумал решение наших проблем Хорошо, но я бросила пить Нет, нет, давай сбежим, бросим все Я найду нормальную мужскую работу, буду приходить домой потной и усталой А ты и пятеро детей Будете меня встречать с готовым ужином Возможно, ты научишься готовить Будет непросто, но пятеро ротов мы как-нибудь прокормим Нет, Боб, я боролась за эту работу и не могу все бросить И что ты будешь делать? Ты единственный, у кого есть телефон Пуца Расскажи все, что о нем нужно знать Ну, он эксцентричный, трепетно относится к своему имиджу, мафиози И Пуца, скорее всего, псевдоним Что еще? Я верну книгу Пуца и свою работу У меня нет другого выхода Субтитры сделал DimaTorzok Скузи, простите, я уже уезжаю. Простите. Я не местная, простите, простите, это моя вина, простите. Знаешь ли ты, о чём я хочу поговорить? Поговорить о честности, о верности. Этот наглый обманщик Пуца не имеет ни одного из этих качеств, понимаешь? Сеньор, Марина, может быть больно. Осторожно. Иначе в следующий раз ты придёшь сюда без мужского достоинства. Пуца. Звучит как венерическое заболевание. За этим именем может скрываться кто угодно. Друзья. Семья. И даже стоматолог. Что вы, сеньор Марина, я бы никогда... Заткнись. Я просто размышлял. Ах ты, подлый мучитель. Сеньор! Больно же! Сеньор Марина должен предупредить, страховка не покроет действия подобного рода. Извините. Балдини. Ну почему ты всегда вмешиваешься? Ты же знаешь, насколько важен регулярный осмотр у врача. У меня хорошие новости, сеньор Марина. Считайте, что проблема с Пуца решена. Наконец-то! Я чуть не убил своего дантиста. Это мерзкая крыса мертва? Считайте, что да. Я нашел лучшего для этой работы. Добрый вечер. Добрый вечер, сеньор Пуца. Тук-тук, есть кто дома? Почему бы не огласить мое имя, номер, где я живу, и банковские реквизиты на весь коридор? Почему бы не развесить здесь мои фотографии в качестве обоев? Никогда не произносите это имя. Я заказывал шампанское в номер. Скузи, скузи. Простите, сеньор. Просто принесите мне бутылку и прекратите кричать мое имя на весь коридор. Это понятно! Сэп! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто там? Шампанское. Открыть бутылку? Не беспокойся, милая. Я эксперт в открытии бутылок. Показать? Мне нужно вниз. Жаль. Простите, я ищу мистера Энрико Пуццо. Не произносите это имя. Это вопрос жизни и смерти. Как в плохом кино. Убийца в шкафу неоригинально. Это обидно. Ладно, покончим с этим. Убейте меня, я давно жду возможности пообщаться с Марлоном Брандо. Крестный отец мой любимый фильм. Ирония вам абсолютно чужда. Странно. Мне совсем не больно. Обидно было бы разбить. Мистер Пуццо? Мистер Пуццо, меня зовут Юлия Штефанс. Мне нужно с вами поговорить. Синьор Пуццо. Мистер Пуццо? Я стучала, но две не заперта. У вас есть маникюрные ножнички? Что? Ножницы, кусачки, пирочин и нож. Что-нибудь? Секундочку. Спасибо. Я восхищаюсь вашей работой. Благодарю. Вы так любезны. Удивительно, что многие хотят вас убить. Мне кажется, мы друг друга не так поняли, мадам... Штефанс, Юлия Штефанс из издательства Кэмбелл и сын. Правда, теперь я работаю на них только наполовину. Мадам Штефанс, не хочу вас огорчать в этот чудесный вечер, но Энрико Пуццо мертв. Он только что выпал из этого окна. Меня зовут Тони Рикаделли, и я наемный убийца. Наемный убийца. Класс! Боб не переувеличивал. Значит, вы меня расстреляете, чтобы убрать случайного свидетеля. Застрелить. Что? Правильно говорить «застрелить», и нет, это не обязательно. А что вы делаете, Энрико? Простите, Тони. Стираю свои отпечатки. Это шоколадные дрожжи? Простите. Я их обожаю. Не могу устоять. Нервы, знаете ли. Простите. Нервы успокаивает. Все в порядке? Вы что-нибудь ели? То есть, не хотите перекусить? Да. Приму за честь. Но я плачу. Зря вы так думаете. На выход. Грация. Мне нравится Италия. Здесь все такое итальянское. А вы живете здесь, или вы очень хорошо говорите по-немецки? Я вырос в Германии, но я много путешествовал. А-ля салюта. А-ля салюта. Синьё Пуццо. Рикарделли. Точно, мистер Рикарделли. Я понимаю, что это не самый удачный момент, но нам нужно обсудить одно дело. Я вас не хочу разочаровывать, а потому буду честным. Я профессиональный убийца, и я не Инрика Пуццо. Я... Как это... Как все сложно. Вы можете спалить это место дотла, и никто ничего не заметит. Парфалио – вегетарианское блюдо. А вы вегетарианка? Я не фанатка, я нормально отношусь к колбасе и к другим вещам. Просто у меня в голове не укладывается, что одни должны умирать ради других. Боже, я такая наивная. Понимаете... Вы ведь писатель мафиози, то есть наемный убийца. Убийца, писатель мафиози, по сути, это одно и то же. Надеюсь, мой юмор вас не раздражает? Отнюдь. Я совсем забыла, у меня есть кое-что для вас. Вот. Вот, держите. Полмиллиона евро? Я понимаю, вы ждали больше, но я обещаю вам, что оставшийся миллион вы получите, когда закончите роман. Приезжайте в Берлин, я забронирую вам лучший номер в отеле и лично позабочусь о том, чтобы вы ни в чем не нуждались. Вы спокойно сможете закончить свою книгу, мистер Риккардели. Зовите меня Энрико. Да, папа, да, да. Пуца уже близок к тому, чтобы подписать этот чертов договор. Нет, 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 я не говорил чертов. Нет. Хорошо. Да. Я сделаю. Что вы делаете, Бобфрид? Мой урод с мылом, папа сказал. Он не любит, когда я ругаюсь. А вы не думали, что сейчас самое время дать отпор вашему отцу? Это невозможно. Я как-то устроил вечеринку в обход его запрета. Я думал, он в командировке. А он заявился ко мне. Знаете, что он сделал? Он устроил мне взбучку перед всеми девчонками. Выволок меня в мою комнату и запер там на две недели. Но, Боб, такое случается со всеми детьми. Да, но это случилось в прошлом году. Боб, ваша жизнь не зависит от того, любит вас отец или нет. Вспомните мантру, которую мы разучили. Убийство – это не выход. Да нет, другую. Я ценная и уважаемая часть общества. Я победитель. Я ценная и уважаемая часть общества. Я победитель. Победитель. Папа, я все сделал. Мой рот безупречно чист. Боб, это я. Скажи, что ты нашла Пуцу. Да, и он пригласил меня на ужин. Сейчас он разговаривает по телефону. Он изменил имя. Теперь он Тони Риккордели. Профессиональный убийца. Да, это точно он. Он подписал контракт. Подожди секунду. Слушай, я возьму пару дней отпуска, ладно? Как ее зовут? Юлия, ты меня слышишь? Юлия. Я никогда тебе не говорил, но я увидел ее и... Сразу... Что? Говори. Скажу одно, она обожает драже. Представляешь? Она идеально тебе подходит, Тони. Браки совершаются на небесах. Секунду, Боб. Одну секунду. Он подписал договор? Пока нет, но он очаровательный. Ты меня слушаешь? Если не обращать внимания, что у него явно не все дома. Очаровательный? Это мне пора. Конечно, Ромео. Я буду на связи. Аривидерчи. До скорого. Чао. Аривидерчи. Я еще тебе позвоню. На чем остановились? Я разочарован. Разочарован и несчастен. Сеньор Марино, это больно. Эти мечи очень тяжелые, и у меня от них голова раскалывается. Я думал, наша проблема с Пуццо решена. А сейчас я слышу, что этот мешок с дерьмом счастлив и пишет свою следующую книгу бредовых разоблачений. Где же твой профессиональный киллер? Исчез? Где он? Поэтому мы выдвинули тяжелую артиллерию. Превосходно. Сразу вспоминается детство. Как я вижу, вы подходите для этой работы. Итак, я... Простите. Да. Привет, милая. Да, я немного занят. Я на работе. Костюм? Я не забирал его, я думал, ты его заберешь. Но мне сейчас серый костюм. Слушай, мне пора. Еще услышимся. Целую. Жена. О чем я говорил? Простите. Буду краток. Мы проведем небольшой конкурс талантов. Того, кто убьет Энрико Пуцци. И я обсыплюсь золотом. Другие... Не переживут это состязание. Это наш лучший номер с джакузи и плазмой, небольшим баром и пультом управления. Конечно же. Водяная кровать с защитой от тока. Для энергичного вечера вдвоем. Да, мы просто коллеги. Ну, конечно. Как скажете. А вы действительно Энрико Пуцци? Не беспокойтесь, я вас не сдам. Я рад. Меня зовут Дирк. И я готов исполнить любую вашу прихоть, даже самые неожиданные и грязные пожелания. Просто попросите. Заметано. Вы мне нравитесь. У вас есть чувство юмора. Отдыхайте. Счастливо. Очаровательный парнишка. А сейчас я вам покажу номер. Это самая важная его часть. Шкаф? Нет, конечно. Ваш кабинет. И никакого компьютера. Никаких копий. Как вы любите. Все, как я люблю. Кстати, пока не забыла. Мой свекор, который к тому же мой шеф, организует приемы, он будет рад встретиться с вами. Свекор? Да. Так вы замужем? Почти. И как зовут счастливчика? Это ваш старый друг, Боб Кимбал. Что скажете? Составите мне компанию сегодня вечером. С превеликим удовольствием. Добрый вечер. Добрый. Прошу. За вас. Это прием года. Здесь собираются все авторы, издатели, интеллектуалы. Если бы они знали, кто вы... Слава Богу, вы рядом, меня здесь никто не замечает. Это Боб. 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 Он будет рад вас видеть. Несомненно, я тоже. Я скоро вернусь. Да, но... Простите, дайте пройти. Если Юлия спросит, кто вы, скажите, что учите играть меня на пианино. Боб. Послушайте, Боб. С терапевтической точки зрения, мои подыгрывания вам будут только мешать вашему лечению. Инструктор по гольфу? Привет. Привет, моя малышка. Ты выглядишь сногсшибательно. Благодарю. Тони! Мюнхингер! Привет. Ты что здесь делаешь? Ничего. Никогда бы не подумал, что ты книжный червь. Ты будешь смеяться, но я пишу уже вторую книгу. А ты здесь не просто ради развлечения? Нет, мне нужно уладить одно дьяльце. Как интересно, и кто же счастливчик? Скажи мне. Тони, ты снова хочешь увезти мою работу? Нет. Кто эта крошка? Это с ней у тебя было свидание? Она... Не знаю, мы только что познакомились. Только что. Энрика, вот вы где. Пойдемте, я хочу вас кое-кому представить. Извините. Никаких проблем. Пока. Энрико. Но я не спрашиваю вас. Генри? Да. Можно тебя на секунду? Да. Позволь представить. Генри Фёнгёртлер. Энрико Пуца. А это большой секрет. Да, да. Мои уста запечатаны. Попридержи коней, дружок. Нет нужды для такой спешки. Итак. Очень приятно. Благодарю. Кто оказал на вас литературное влияние? Литературное влияние? Какой литературой вы увлекались в детстве? Человек-паук? Да, трагический характер, борьба между призванием и велением сердца. Человек-вкуса. Из времен настоящей поэзии. Кстати, друзья зовут меня Генри. Энрико. Вы писатель? Более нет, но остались мазохисты, которые читают мою еженедельную колонку. Брось, он такой скромный. Генри лучший литературный критик и остроумный человек, да? Даже когда он трезвый. Не порть моё единственное хобби. Синьора Марина, позвольте представить Энрико Пуцу. Пуцу, наконец-то я вижу твою рожу. Самое время закончить эту главу дневников мафии. У меня такое чувство, что в этой главе будет поставлена эффектная точка. Юлия! Юлия! Боб! Боб! Уже так поздно. Какой я неаккуратный, я отойду на минутку. Может, мне помочь? Прошу прощения, мне нужна одна минута. Курочка моя. Кто? Курочка. Курочка? Ну вот, мы и встретились. Тони, или мне, звать тебя Энрико? Зови, как хочешь. Энрико Пуцу, знаменитый писатель. Никогда не думал, что ты настолько талантлив, а знаешь, что самое смешное? Что? Сальваторе Марину ты не нравишься. Я не могу нравиться всем. Жаль, что ты не допишешь свой следующий роман. Вечный творческий кризис. А чтоб меня... Извини. Нет проблем. Я подожду. Да? Привет, милая. Угадай, кого я встретил. Тони Рикардели. Да. Мир тесен. Передавай привет. Тебе привет от Тони. Что ты сказала? Снова? Мы ездили к твоим родителям на прошлой неделе. Что? Мы могли бы сходить в кино. Ничего. Ладно, милая. Целую. Тебе тоже привет. От меня тоже. Я уже передал. Что, Тони? Давай найдем тихое местечко. Что сказал твой отец? Я получу обратно свою работу. Я рад, что ты заговорил об отце. Я долго думал и понял, что во всем виноват только он. Он использовал тебя, чтобы заполучить Пуцу. Мой отец считает всех своими рабами. Боб, обсудим это. Нет, нет. Я хочу, чтобы все наконец-то поняли, что мой отец тиран. Он, как бы грубо это ни звучало, он дьявол. Да, наконец-то я увидел, какой он на самом деле. Я сейчас хочу сказать ему в старое морщинистое лицо, чтобы он засунул свое издательство. Лаванда сандаловая, мои любимые. Благородно. Спасибо. Мистер Кимбелл, прежде чем вы откроете рот, доктор Грубер, подумайте, кто на самом деле оплачивает ваши счета. Я хотел только сказать, какая это прекрасная вечеринка. Всего доброго. Что до вас. Следуйте за мной. Да, здесь мы и устроимся. Мне очень жаль, Тони. Но я должен убить тебя. Ты же не станешь мне противостоять? Нет, мы же профессионалы. Здесь должно быть что-нибудь из выпивки. О, я так и знал. Бинго! Он спрятал здесь настоящее сокровище, чертов скряга. Простите, но у нас здесь важный разговор. Энрико! Энрико! А вот и ты, Энрико! Разрешите представить Генри фон Геттлер. Хельмют Мюнхенгер. Очень приятно. А, это зажигалка, которая похожа на пистолет? Здорово. Спасибо. Мистер Кимбелл, я знаю, что вы хотите сказать. Фрау Штефенс, я вас уволил, но вы поехали в Италию и по собственной инициативе нашли нашего самого важного писателя. Да, я понимаю, я не должна была делать это. У вас боевой дух. Спасибо. Мой никчемный сын пустил все под откос. Пуцца чуть не увели конкуренты. Я не знаю, что вы сделали, но вам все удалось. Вы получаете назад свою работу, и я удваиваю вам зарплату. А теперь приведите ко мне Пуцца. Жизнь писателя-мафиози очень нервная, да? Это так? Да, временами она очень изнурительная. Вы не могли бы мне помочь? С удовольствием. Энрико, Генри, вот вы где. Я уже начала волноваться. Мы труп прятали, да, Энрико? Боб и его отец ищут вас. Мой давний приятель Боб. Скажите Бобу и его отцу, что мы скоро будем. Да. Хорошо. Машина у вас есть? Да. Генри, давайте я сяду за руль, пока мы не избавимся от тела. Никто не поведет эту рухлядь. Только я. Прощай, Хельмут. Это была самая захватывающая ночь в моей жизни. Давайте отпразднуем это. Пойдемте. Какое счастье, что мы заправились. Да. Привет, милая. Что случилось? Погоди, я же говорил, что буду поздно. Что? Хоть раз в жизни. Ты не можешь поесть холодное? Прости, я не это хотел сказать. У меня был дерьмовый вечер. Извини. Да, настроение не к черту. Знаешь что? Костюм тоже испорчен. Пока. Чтоб меня. Войдите. Привет, Энрико. Куда вы исчезли вчера? Вы с Генри просто испарились. Мне так жаль, но у меня была схватка с огромной бутылкой джина. Боб передает привет и спрашивает, когда будет готова книга. Презентация на следующей неделе. Книга? Ах, книга. Она почти готова. Печатная машинка? Ты издеваешься? Почему слепой должен делать это? Пепе, ты лучше всего подходишь для этой работы. Помнится, в детстве ты рассказывал мне сказки. Ты забыл? Песочный человек и сицилиец. Ну, хватит ностальгии. Пепе, ты прирожденный писатель. Ты придумаешь новый роман Пуццо, а джина будет печатать за тебя. Я? Постой. Мне нужно управлять рестораном. У меня нет времени на эту писательскую чушь. И я никогда в жизни не видел столько денег. Конечно, я найду время. Мадонна, Мия. Ты думаешь, она действительно поверит в это? Куда делась твоя честность, Тони? Честность очень важна. И я думаю, что сейчас это самый лучший выход. Послушай, Пепе, когда я узнаю ее получше, то во всем признаюсь. Боже, Тони, они почти что замужем. Вот именно почти что. Главное, чтобы через четыре дня этот дерьмовый роман был закончен. Четыре дня? Я даже не представляю, о чем в нем можно написать. Что-нибудь придумаешь? Джейно. Бог велел делиться. Да, Дом Периньон. Принесите большую бутылочку. Врач говорит, что я должен больше пить. Спасибо. Пока. Мюнхенберг. Тони! Да, Тони. Тому, кто рано встает, тот рано умирает. Энрико? Энрико? Это пену для бритья. Я знаю. Все в порядке? Я слишком стар для приема в кунг-фу. Титановая пластина. Травма на пивном фестивале. Энрико? На здоровье. Энрико? Я думала, что-то случилось. Что вы делаете? Красное вино. Пятно. На новом костюме. Если ничего не предпринять прямо сейчас. Да. А что здесь случилось? Я порезался, когда брился. У меня есть идея. Что скажете, если мы выпьем по коктейлю? А я переоденусь и подойду через минутку. Виски с содовой? Прекрасно. Хорошо. Нет. Как идут приготовления к свадьбе? Идут. Но сейчас я вся отдалась презентации вашей книги. Нелегко разделять личную жизнь и работу, тем более, когда жених начальник. Ну да. Я пыталась. Что бы вы ни пытались, вам это удалось. Стучат. Это мое сердце. Хотя, может быть, и шампанское. Никуда не уходите. Добрый вечер. Кто это был? Обслуживание номеров. Я должен попросить вас спрятаться. Почему? Сюрприз. Прошу вас. И не подглядывайте. Добрый вечер. Я Боб. Боб Кимбал. Друг Энрико. Ну, конечно, Боб. Проходите. Простите мою подозрительность, но я должен был удостовериться. Удостовериться в чем? Что вы нищийка мафии. А Инрико здесь? Я бы хотел с ним поздороваться. Видите ли, Боб, ничего, что я вас так зову? Боб. Ничего. Инрико был абсолютно прав на ваш счет. Вы человек, которому можно доверять беспрекословно. Он так говорил вам обо мне? Вы умеете хранить тайны? Ну, само собой. Инрико ушел в подполье. Он попросил меня занять его место, чтобы он в тишине и покое закончил свой роман. Хитрый лис. Даже я не знаю его местонахождение, но мы всегда на связи. Да, кстати, о связи, Боб. Не хотите ли выпить со мной бутылочку шампанского? Да, конечно. Мы можем устроиться поуютнее. Это заманчивое предложение, но у меня очень важная встреча. Прямо сейчас. Очень жаль. У вас такие очаровательные ямочки, когда вы улыбаетесь. Ну да. Невозможно устоять. Боб. Это от моего отца. Готова к сюрпризу? Да. Вы знаете, что спасли меня? Если бы не поехали со мной, я бы осталась без работы. Похоже на начало любовной истории. Это может стать материалом для следующей книги. Я помолвлена. В любом случае, любовь – это сложная химическая реакция в мозгу человека. Что? Нет, ничего. Просто во мне происходит сложная химическая реакция, возможная из этих маленьких звезд, что сгорают в нашей атмосфере. Как красиво. Какой восхитительный сюрприз. Загадайте желание. Ну, что вы загадали? Мне никогда не везло с желаниями. Может быть, повезет сейчас? Хватит целоваться, пташки. Я положу вас, как бешеных котов. Голубки и собаки. Что? Правильно говорить «голубки», и я расстреляю вас, как бешеных псов. К тому же, уже совсем поздно, и тебе давно пора спать. Будешь дурить башку, и я шмальну в нее. Выпендриваться и стрелять. И ты ничего и не сделаешь. Что? Что? Десерт игл разбирается за 1,25 секунды. Так пишут в каталогах на деле еще быстрее. Что скажешь? И передай Марину, что мне надоели его головорезы. Пусть придет за мной сам. Это ясно? Да, да. Он никогда не станет настоящим мафиози. Вы только что спасли мне жизнь. Как вам это удалось? Этому фокусу учат в детском саду. Сами, вы даже не садитесь? О, нет. Это садитесь с Боб. Продолжение, я хочу сходить. Юлия, я ждал тебя два часа. У меня нет прав указывать тебе, но я ужасно зол. Я требую уважения к себе, как к человеку, твоему будущему мужу и твоему начальнику. Доктор Грубер, это правда необходимо? Она же расстроится. Боб Фрид. Боб, вы жертва. Если кто и расстраивается, то вы. Это хорошее упражнение в артикуляции чувств и завоевании уважения. Продолжайте упражняться. Разозлитесь. Юлия. Привет. Привет, бабочка, наконец-то ты пришла. Прости, я опоздала. Нет, это я рано пришел. Прости. Привет, Юлия Штефенс. Это доктор Грубер. Он не понимает по-немецки. Он мой личный итальянец. Преподаватель. Я всегда хотел выучить язык этой высокой культуры. Итальянец? Ну, ладно. Буана сэра. Мик яма Юлия Штефенс. Кому эста? Си, си. Ладно, я покажу тебе кое-что. Твое платье. Ах, да. Не хочешь примерить? Мы можем сшить еще одно. Осталось так много ткани. Нет, оно чудесное. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Энрико, простите, надеюсь, я вас не разбудила. Я хотела извиниться, что мне пришлось так рано уйти. Слишком поздно. У меня творческий кризис. Я серьезно, вы спасли мне жизнь. Могу я вас отблагодарить? Может, погуляем по городу завтра вечером? Не думаю, что моему жениху это понравится. Честно признаться, мне тоже. Да, вы абсолютно правы. Ну, тогда я заеду за вами утром. Буду ждать. Мистер Кимбл, я приготовила новый кофе. Он нежнее для желудка. Попробуйте. Да. Мягкий и со вкусом орехов. Отличный сорт. Что это с Джулией? У вас шнурки развязались. Всего хорошего. Все очевидно. Она влюблена. Влюблена? Как влюблена? С этого утра или как? Привет, Юлия. Привет, Боб. Как дела? Хорошо. Кажется, ты изменилась. Ты мне ничего не хочешь сказать? Да. То есть нет. Прости, нет. Я немного сбита с толку. Поговорим позже. Пока. Мистер Кимбл, вы побледнели. Это из-за сахара в крови. Вам нужно съесть кекс. Какой мужчина. Мистер Гарсия. На родине меня называют Эль Торо. Говорят, что вы лучший. О да, я наилучший. Проследите за моей невестой и найдите того, в кого она влюблена. Не вижу проблемы. Наоборот. Все равно не вижу. Хотя жаль. Я требую полной секретности. Юлия не должна знать, что... Просто найдите его и покажите, где раки зимуют. Я найду этого омбре. Никто не будет спать с невестой моего друга Боба. Пока меня устраивает цена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА